Приветствую вас. Я думаю, что вам имеет смысл посмотреть в сторону какого-то компромиссного варианта. Может быть с молодым человеком этот вопрос обсудить и попробовать один из вариантов виртуальной интимной жизни, либо там по переписке, по веб-камере, по аудио-связи можно, вот, либо если вас это всё не устраивает, то в таком случае подождать. Но вообще, я бы сказал, что очень много упирается в то, насколько вы дорожите человеком. То есть если человеком вы дорожите, если мужчиной вы дорожите, если мужчину вы, например, не хотите терять, если вы его уважаете, то я думаю, что подождать пару недель не проблема. Потому что, ну вы поймите правильно, ничего страшного не случится с вами, если вы, как бы, ну, воздержите ещё пару недель. С другой стороны, вы не обязаны этого делать, если вы этого не хотите делать, то и не должны, но, как бы, важно понимать последствия, я бы сказал, вот так. То есть, важно именно, вот, ну, отдавать себе отчёт в том, какие могут быть последствия у того, что вы, например, там, не хотите сдерживаться, да, не хотите как-то себя ущемлять. Вот. Повторюсь, повторюсь, поймите правильно, вы не должны себя сделать, вы не должны, если вы этого не хотите, вы не должны. Но, у этого будут, так или иначе, определённые последствия. И весь вопрос заключается в том, готовы ли вы к этим последствиям или нет. Вот. Если вы эти последствия принимаете, если вы на них соглашаетесь, если вы не против этих последствий, то, в таком случае, я не вижу никаких для вас проблем. Я не вижу никаких сложностей, я не вижу никаких препятствий для того, чтобы реализовывать ваши потребности так, как вы хотите. Но, если вы не готовы к последствиям, если вы сомневаетесь в них, то, возможно, имеет смысл просто немножечко подождать. Но, повторюсь, вы ничего, повторюсь, не должны. Вот. Вот, в принципе, наверное, такой ответ. Я мог бы вам дать, вероятно, больше здесь ничего на данный момент не добавить. Потому что, ну, советов психологи не дают. Именно советов психологи не дают. Мы не можем давать советов. Вот. Это неэтично. А что делать, по итогу, я думаю, можете решить только вы, потому что это ваша жизнь. Вот. Ну, по факту, это ваша жизнь. И, что вам делать в этой ситуации, можете решить только вы. И, на мой взгляд, должны решить тоже только вы. Вот. Мне, знаете, вот всё почему-то показалось, когда я читал ваш, ну, ваш текст. Да, мне почему-то показалось, что вы как будто хотите какого-то решения. То есть вы как будто хотите, чтобы мы подтвердили вам какое-то решение. Вот, что мне показалось. И, честно говоря, если это правда, то я думаю, что вам можно и нужно прислушаться только к себе, к тому, чего вы хотите. И, из-за этого, в принципе, было бы достаточно для вас этого. Ну, это было бы достаточно, мне так скажется, по крайней мере. Вот. Ну, вы, повторюсь, вы не, ну, вы не должны, то есть вам достаточно просто спросить себя, да, вот, чего вы хотите в этой ситуации. И дальше просто спросить себя о том, ну, готовы ли вы к этому, вот, к тому, чтобы сделать то, что вы хотите. Вот. И я думаю, я думаю, что это и будет самым лучшим вариантом здесь для вас в этой ситуации. Вот. Я думаю, примерно такой ответ я могу вам дать, ну, вот, в ответ на вашу проблему. Я думаю, что помог вам, желаю успехов, желаю удачи, желаю вам, эм, хорошего, эм, выбора. То есть я желаю, чтобы вы приняли, эм, именно, вот, такое решение, эм, какое вам, которое вам хочется. Вот. надеюсь, что вы не будете себя как-то вот неоправданно зажимать ни к чему хорошему, но эта бы история не привела к сожалению или к счастью. Ну а то, что у вас с вашим мужчиной разные темпераменты, то, что он, например, готов подождать к примеру, а вы нет. Этот момент важен и его важно озвучить, потому что в дальнейшем могут быть сложности. Удачи вам!